Здравствуйте, уважаемые телевизоры! Для зрителей мы вновь с вами в спортивном комплексе УАНУДЭ, где продолжаются полуфинальные игры среди женских команд по волейболу. И сегодня у нас очередная игра. Сегодня УАНУДЭнский клуб «Харамарин» принимает тюменскую команду. Тюмень-Тюнгу со мной вместе комментирует, как всегда, спортивный директор команды «Харамарин» Олег Жилкин, я передаю ему от пола. Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Кубок России, полуфинал, второй день. Вчера произошло событие, о котором сегодня, наверное, только ленивый не разговаривал в нашем городе. Был он у Дэды и во всей республике. Человек, которого я абсолютно не знаю, живу в подъезде, у меня сегодня спросил, ну как вы вчера молодцы-то. Вы знаете, было очень приятно, что волейбол в Бурятии настолько популярен. И оказывается, вчера, когда мы с вами называли цифру 2,5, мы с вами ошиблись, ошиблись. 3,600 – это рекорд для ФСК, это рекорд по посещаемости. Именно столько зрителей пришло на матч. Ну вот сейчас идет представление арбитров. Я перебью, смотрите, сегодня ведь уже более полутора тысяч. Да, более полутора пришло даже на такой матч. Вы знаете, мы с вами перед игрой обсуждали, поднимать эту тему или не поднимать об уважении к данному турниру. Кстати, я вернусь к этой тематике. Сергей Кудряшов сегодня первый судья из Москвы обслуживает матч. Ему помогает судья международной категории, один из лучших арбитров Российской Федерации – Олег Уваров. И, собственно, стартовые составы команд. Наша команда сегодня выходит, я сейчас посмотрю, Анастасия Ерыгина, диагональ. Вчера, к сожалению, не очень удачный матч. Ольга Визовик, капитан команды. Елена Лежанина, ей сегодня дан шанс. Юлия Бессонна, которая вчера набрал 20 очков. Да, все равно она в нашей команде однозначно была лучше. Хотя мы с вами отмечали, было пару моментов защиты, когда она откровенно... 15-я Светлана Чеснокова, центрально блокирующая. 16-я Вера Серебряник, основная связка нашей команды. И два либера Юлия Ковалева и Юлия Стенькина. Дмитрий Дьяков, главный тренер. Валерий Рожков, помогает. Кстати, Валерий Рожков урожайность Тюмени и всю жизнь проработал там. Поэтому вот сейчас он играет против своей родной команды. Да, 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 да. Я не столько понимаю, это боевой состав Тюмени? Нет, это не боевой состав Тюмени. Сегодня экспериментальный состав. Из нашего традиционного состава три человека сегодня. И я еще смотрю, что Ковалева готовится быть в качестве основного либера. Ну, нету Зинова, нету Коршакевич, нету Бёрдин, которая немножечко задержалась. Не смогла вылететь из Америки из-за климатических условий. Мы ожидаем ее завтра прибытия в команду. Вот. И посему, посему, посему. Вы тоже экспериментируете. Мы... В отличие сказать то, что команда Казань, она приехала основным составом сюда. И привезла всех звезд. Это чемпион России. Это, видимо, говорит об этике. Об этике, о понимании спорта и вообще, что это такое? Ну, здорово, Ерых. Посмотрите, как колотила мячик. Вы знаете, я вчера разговаривал с Настей после игры. Она очень сильно переживала, потому что, действительно, мы с этим игроком связываем будущее нашего клуба. Все-таки она достаточно молодая, 91-й год. Вот. И то, что она вчера провалила игру. Ну, не получилось у нее. Посмотрим, как сегодня. Пока 2-1 в Тюмени. Сейчас Добжанская Дарья, воспитанница Красноярского волейбола, сейчас реализовала свою атаку. Анастасия Волкова, связующий игрок. Девочку, которую я приложил руку к приезду ее в команду. Она из Тобольска в Тюмени появилась. И Светлана Чеснокова первым темпом очень уверенно сейчас сыграла. Вот, знаете, такие двоякие чувства. Обычно я последние три года работал на матчах команды Тюмень-Тюмгу, комментировал эти матчи. И поэтому эти люди мне абсолютно не чужие, которые стоят с противоположной стороны. Но, но. Гросс Ирина сейчас по линии хорошо пробила. И 3-2 повела команду. По ровной игре. В Тюмени. По счету пока. Стартовый старт. Вы помните вчера у нас тоже все первые партии с Казани тоже начинали с ровного счета. Да все три. Мы с вами вчера сказали, что если до шести проходил матч, то скорее всего мы бы выиграли. Да, но он до 25 очков идет. Вот Елена Лежанина сравнивает счет 3-3, и Анастасия Ярыгина выходит на подачу. Давайте напомним, что вчера ведь Тюмень выиграла, да? Да, вчера Тюмень, ну, уфать-то я не знаю, кто у них не выиграет. Это может быть. Да, вот эта команда, которая приехала сюда, просто, ну, не знаю, так нельзя. Вот. Я вам что хочу сказать, что Анастасия Ярыгина пришла к нам именно из Тюмени. И в прошлом году она была самым результативным игроком молодежной суперлиги. И, то есть, играла, то есть, она сейчас играет против своих бывших партнерш, по... Ну, и подруг. Подруг, конечно же. Я знаю, что у нее очень хорошее отношение с Дашей Домжанской. Они дружат, переписываются, общаются. 4-3. Тюмень впереди. Визовик. Ой-ой-ой, ошибается. Попадает в антенну. 5-3. 5-3. Преимущество наших соперников возросло до двух очков. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Пока, я так думаю, что все-таки это... Стартовый отрезок. Да, Лежанина вторая очка подряд приносит нашей команде. 4-6. Хорошая атака. Забегание за голову. Вера очень хорошо сейчас попала в темп и вложила мячик Лене в руку. Ольга Визовик, капитан нашей команды. Достаточно сложная подача. Помните вчера два кейса, которые у нее залетели в сторону Казани? И сейчас посмотрите. Смотрите. Здорово, 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 Оля. Молодец. 5-5. Чуть подробнее об этом игроке, можно? Оля Визовик, она, вы знаете, дочка очень известной российской волейболистки. Галина Кушнир. Это мастер спорта международного класса, чемпионка Европы. Оля очень из, так как вы знаете, богемной семьи. У нее папа народный артист Российской Федерации. И она москвичка коренная. Знаете, играл и в пляжный волейбол и прочее. То есть у девочки огромное желание все-таки вырасти. И вот мы с ней очень часто беседуем. Она говорит, Олег Михайлович, может мне все-таки попробовать переквалифицироваться в Либера? Я говорю, Оля, ну давай этот сезон все-таки поиграешь пока в доигровки, а в следующий год, если команда выйдет в Суперлюбе, давай мы рассмотрим этот вопрос. Вы знаете, очень высокий интеллект у девочки. Очень, вы знаете, много читает. Какие-то медицкие качества. Да, вы знаете, она капитан команды, не случайно. Ох, Вера, как здорово! Молодец, Серебряникова. Первый чехольчик, молодцы, молодцы. Вы знаете, она капитан тем, что она умеет очень ясно, если с чем-то. Команда, если имеет какую-то проблему, она не сплочный человек. Она может очень грамотно подойти и сказать, Олег Михайлович, давайте вот этот вопрос посмотрим. Может, вот так вот сделаем лучше? И поэтому, знаете, 7-7. Ну, не донесла сейчас руки, Вера, такая техническая ошибка была. Вот, 7-7. Много ошибок на старте? Даже если много, пока особых-то озабоченностей нет. Я думаю, что... То есть, во флёрной вере, то мы победим. Да, у меня нет никаких сомнений. Шеснокова подняли. Ой-ой-ой, как бы травму не получили при такой скидке-то они. Ну, бессонная. Восемь 7. Вы знаете, когда встречаются команды немножечко разного уровня, ну, борьба может до определенного периода завязаться, может идти. Но, поверьте, что... Ну, не должно, не должно было. Ну, при этом, что в наш уровне. Не, не, не. В наш уровне ничего. В наш уровне, да. Мы сегодня, если... Вчера мы с вами говорили о том, что Казань все-таки действительно, она на порядок. Ну, что там говорить? Класс есть класс. Какой бы там ни был порядок, какой бы ни был настроек команды, вы знаете, против танков с винтовкой очень тяжело. Но у нас еще есть надежность играть, сказали. Привыходи в Суперлигу, мы же победим. Это была не последняя встреча. Если сказать даже о возрасте тюменской команды, тут самому старшему игроку, он 92-го года рождения... Алексей, я сразу отвечу на ваш вопрос. А нет, ну я вот сравниваю просто... 92-й год это возраст максимальный, который может играть в молодежной лиге. То есть там не может играть 91-й, 90-й год. Там только 92-й моложе. Вот, собственно говоря, это мы обусловлены тем, что у них 92-й год играет здесь Добжанская и Куршина. 92-го года остальные помоложе. Ой, как сейчас хорошо, грустно сыграл. Иринка, молодец в защите. Ярыгина не поставила, вернее, не перенесла руки. 8-8 становится счет в матче. И, кажется, Анастасия Веселова, да, 19-й номер команды. Кстати, воспитанница Хабаровской команды самородок, которая в этом году перешла в Тюмень. Ну, ярыгина расстреливает, да. Вот видите, вот все-таки... Да, вы понимаете, вот вчера-вчера, если бы Вера давала бы такие передачи, как вот сейчас она выдала Насте, да, я думаю, что Настя смогла бы справиться и с Казанским блоком. Но просто вчера уж очень сильно волновалась наша связующая. Непонятно почему. Опа, со второй линии получите. Весонная, отлеющая сейчас Юлька. Кстати, ее девичья фамилия Дудник. У нее подрастает девчушка. Три годика ей. Такая симпатичная, интересная девочка. Вот. 10-8, плюс 2 наше преимущество. Ну, сейчас бы еще закрыть. Да, Чеснокова закрывает Добжанскую. 11-8. Я думаю, что сейчас... Ну, классно чуть-чуть делать, что я делаю. Не хотелось сбегать, чтобы телега бежала впереди лошадь. Еще одна подача. Эйс нашла к вершину. И счет уже 12-8 в нашу пользу. И сейчас тайм-аут берет команда Тюмень-Тюмду. Потому что подряд наша команда выиграла три очка. Вы знаете, должны успокоиться девчонки. И Дмитрий Константинович должен, Яков. Все-таки... Да, понятно, что кубок. Да, понятно, что полуфинал. Все хорошо. Но тем не менее, все-таки... Ну, поймите, мы лидеры выше Ширия. Играем с командой, которая занимает 8-ое место в молодежной лиге. Суперлидер. Ну, равносильно так, как ездить на Запорожье, чем на Мерседесе. Ну, может, не на Мерседесе. Хорошо, давайте на Тойоте будем ездить. Мы учимся здесь. Да, ну, нет. Ну, естественно. У меня, кстати, нет, к сожалению, Мерседеса. Но, тем не менее. Бессонная Юля, да, сейчас подала. Волкова пасует. Куршина со второй линии. А, вот. Вот видите, пошел отрывчик. Пошел отрывчик. 13,8 плюс 5 на нашу пользу. То есть, преодолев стартовое волнение, потихонечку начинаем отрываться. Вот еще один блог Юрыгина, Юдомжанского. Подружка не пожалела подружку, а? А ведь в прошлом году они в одной комнате вместе жили. Да. 14,8. Опа. Чеснокова. 15,8. Ну. Вот в этой плане. Что-то как-то. Да, мне кажется, что, вы знаете, вот, я хочу к этой тематике вернуться, что нельзя все-таки присылать такие вот эксперименты делать. Зачем сейчас психологию вот этой команды Тюмени ломать, а? Ну, для чего? Вот их прислали сюда. Извините меня, подставили их. 16,8. Их подставили под Казань. Подставили под Харамарин. Ну, представьте, они сейчас приедут домой, получив два раза, простите меня, по лицу. То есть, их здесь извозюгают, изваляют. Как потом? Как потом? Их на что-то мобилизовать. Как их потом? Почему нет? Вы знаете, иногда пускаются руки. И то есть, нужно понимать, какой уровень команды. Вот сегодня мы с вами были свидетелями первой игры, когда команда «Факел» Новый Уренбой набирает 13 очков за три партии, выступая против Казань. Ребят, я задам такой вопрос. Ну, скорее всего, это антирекорд однозначно Кубка России полуфинального этапа, когда одна команда набирает всего 13 очков. Шесть, два, пять по партии. Ну, простите, полторы тысячи народу пришло смотреть. Они что, за это шли? У нас что? Ну, сказала бы команда «Факел», сказала бы команда «Тюмень». Нам не нужен кубок. Ну, заплатите штраф, не приезжайте. Не участвуйте, если в конце концов вы такие вот, да? Но такое пренебрежение нельзя. Поэтому я вот еще раз хочу сказать, ну, прошел сейчас мячик 9-16, снялись наконец-то после девяти очков. Да, нам-то приятно, что наша команда лидирует. Мы сейчас с вами будем дифирамбы петь, какая наша команда молодцы и прочее. Все это, кстати, правильно, это великолепно. У нашей команды, кстати, сейчас есть прекрасный шанс. И Рыгина поднимают они, да, подняли. Гросс двумя руками перебрасывает, Чеснокова подбивает. И сама же атакует. И Поспелого не успевает к этому мячу либера команды. 17-9 ведут наши девчонки. Вот самое главное, обратите внимание сейчас на лица игроков нашей команды. Посмотрите, все спокойные, все уверенные. Знают, что делают. Вот, пожалуйста, передача ниже уровня троса, как говорят. Ярыгина. Ну, много, много, Настя сейчас. Очень много. Ну, во-первых, пасовала сейчас не Серебряникова, а Лежанина, которые довели этот мяч. Уполняла вторую передачу. Может, не совсем удобная передача была. Но все-таки многовато сейчас Настя пыталась выкрутить мяч. Но многовато, вау, далеко. Даша Добжанская в сеточку. Ну, вы знаете, два блока, которые мы ей поставили, я знаю, достаточно ломкий игрок. И в приеме, и на подаче. Поэтому, вот видите... Добжинский ворог был вообще такой, очень эмоциональный. Ну, женщины разные бывают. Есть очень стойкие и умеренные. 19-10. А вот и Куршин, видите, прикрыли. Очень большое преимущество. 9 очков у нашей команды. Все в порядке. Обратите внимание, вчера какой накал был в зале. Как у нас... Вы знаете, после игры Решат Гелезудинов подошел ко мне, пожал руку и сказал, в вашем зале играть очень приятно. Такая доброжелательная публика. Вы забили ревут, мы забили. Аплодисменты. После игры проводили аплодисментами и хозяев, и гостей. То есть, команде, где нам оказали, очень понравилась вчерашняя атмосфера. Атмосфера праздника, как мне вчера сказали. Ну, стараемся, делаем. Я думаю, дай бог... Ну, и зритель стал по нему больше волейболик, командов. А вы знаете, когда хорошего уровня волейбол, когда приезжают командовать любому человеку, согласитесь, пойти, условно говоря, на... Или послушать Битлз, да? Или послушать, ну, извините, меня какие-нибудь там, не знаю, там... Ну, не хочу никого обидеть, там, рязанские валенки какие-нибудь, группу или еще что-то. Вы же согласитесь, что это, наверное, два разных... Или сходить на спектакль с участием Сергея Безрукова, или посмотреть спектакль художественной самодеятельности Дворца культуры Прожектор Запупаевского. Понимаете, это же все-таки разные большие два уровня. И поэтому здесь ни в коем случае, не обижая никакой уровень, ни в коем случае... Все-таки, наверное, когда есть имя, вы знаете, не жалко достать и деньги, и сходить, и посмотреть, и провести время. Сколько, кстати, вчера болельщики дожидались игроков «Динамо Казань», чтобы получить автографы? Ну, вы знаете, они достаточно быстро, девчонки вышли из раздевалки, достаточно быстро. Отдать должное, что в зале они не стали, как бы, раздавать автографы, а аут, 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 аут. Вот, вы знаете, а после игры они достаточно доброжелательно общались со зрителями, стояли, раздавали автографы. И Решат Гелезудинов, тренер команды, принимал участие в этом. Но я вам так скажу, что после каждого тура инспектор матча проводит. Мы продолжаем, если заказать игру, на технической небольшая пауза. А пока наши девушки очень уверенно, как и ожидаемо. 21-12 ведут. Мы уже спереди, вот уже 22-12. 22-12. Вы знаете, я продолжу мысль. Вот вчера инспектор матча проводит небольшое, вы знаете, такое техническое совещание с представительными командами после прошедшего дня. То есть, есть ли какие-то вопросы. Вот Решат сказал, если можно, я через 30 минут. Ну, приехал он, наверное, минут через 50. То есть, вот, наверное, вот это время они раздавали автографы. Так можно посчитать, сколько это время не продлевалось. Ну да, там... От Чеснокова на Бессонне. Я думаю, что будет недалеко время, когда у наших девчонок будут так же быть остальные. А вы знаете, вчера очень приятно, что подходили очень много. Вы знаете, вчера приехали ведь из Кяхты. Детский юношка спортивной школы приезжала, представляете, на матч. Вчера в Сен-Ачерску приезжали люди. И вы знаете, наверное, события резонанс не только для Улан-Удэ, а для всего региона. Но Кубок России это уже... Для региона это да. И вы знаете, я вот хочу честно высказать респект огромной вашей телекомпании. То, что делаете вы для популяризации данного вида спорта, этого дорогого стоит. И большое спасибо и руководству вашей компании, и вам, всем операторам, которые работают сейчас на матче, и звукорежиссерам, и режиссеру трансляции. Почему? Потому что все-таки огромное спасибо за то, что действительно это увидят все, понимаете. Это достойно. Но у нас между тем 25-12. С дворами. Да. Ну, отражение, наверное, приблизительно стали. Да, легко. Вот раз пауза, и пока у нас как раз... Давайте еще раз вернемся к регламенту соревнований. Давайте напомним, что такое Кубок России. Кубок России, где, получаю, принимают участие команды двух профессиональных лиг российского волейбола, это суперлиги и лишние лиги, были групповые игры. Из-за чего Харамарин вошел в состав 16 лучших команд, которые распределены на 4 группы. Победитель каждой группы выходит в финал, так называемый финал четырех. В нашей группе, кроме Харамарина и сегодняшних соперников команды Тюмень-Тимгу, играет еще также Факел из Нового Рингуя и Казанская Динамо. Казанская Динамо, которая вчера выиграла 3-0 нашей команды и является, безусловно, лидером всей нашей пары группы. Сегодня все информационные ленты, вообще радио, телевидение говорило о том, какая игра прошла. Здесь, в ОНОД, столько отзывов в социальных сетях о том, что эта игра волейбольной команды Харамарин и Казанского Динамо, она просто доставила огромное удовольствие всем болельщикам, которые пришли сюда, физкультурно-спортивный комплекс. Тут было, по крайней мере, 3 600 человек удалось вместить здесь. Люди сидели на ступеньках, в проходах, стояли по всем сторонам физкультурно-спортивного комплекса. Просто невозможно было найти место. Все ждали, спрашивали билетики перед входом. Вчера был настоящий праздник. Но, кстати, сегодня здесь более полутора тысяч зрителей, тоже это приятно. что волейбол у нас собирает все больше и больше количества своих поклонников. А между тем у нас начается вторая партия, начинает ее наша гостика в волейболистке Тюмени. Вот подает тюменская команда. Команда приехала сюда не основным составом, что вызвало неудоумение у тренерского штаба, как волейбольной команды «Хармарин», так и у действующих чемпионов «Казанского Динамо». Об этом сказал их главный тренер Зинат Гелезуддинов. Он сказал, что этот факт должен быть известен и в Федерации волейбола России, и они должны какое-то решение по этому поводу сделать. Ну, понятно. Сделать. Сделать сегодняшний, в общем, мы уже несколько раз обсуждали эту тему. Да нет, она тема, на самом деле, больная. Я понимаю, что больная, а все-таки... Вы знаете, просто... Ну, как сказать. Если мы все с вами работаем с партнерным сообществом, да, и работаем по принципу честной игры и уважения друг к другу, все-таки коллегам по цеху нужно относиться с уважением. Это понятен, соглашаемся. Соглашаемся, но коллеги нас сейчас не услышат, поэтому все-таки я предлагаю вернуть так сегодня. Да нет, вы напрасно так думаете, что не услышат. Поверьте мне, что уже сегодня мне звонили из нескольких регионов, спрашивали, была ли трансляция, есть ли, где можно посмотреть ссылку. И поэтому, я думаю, что количество посетителей вашего сайта... Кстати, дайте адрес, озвучьте его, чтобы зашли, посмотрели, что этот мяч там выложен. Ой-ой-ой, какая поддача поверчила. Волкову здорово подала сейчас. Нет, ну, Настя входит в число... Кстати, она 95-го года рождения. Она кандидат. Это была кандидат за Рибальский за счет? Это Тобольская, да, вот Настя Волкова. Она входит, кандидат. Молодежная сборка. Ну, видите, как здорово подала, так же следующая не подала. Ну, это не редкость. Не, ну, вы знаете, Настя очень перспективная девочка. Я очень расстроился, когда она в прошлом сезоне получила травму. Разрыв крестообразной связки. Вот, обратите внимание, коленник. Ну, коленник большой, да? Вы знаете, очень было жалко ее. Ну, я рад, что она восстановилась. Рад. Везовик сегодня, как здорово играет. А вообще, как часто вот в команде травмируются игроки? Алексей, вы знаете, наверное, волейбол, он такой же травмоопасный вид спорта, как все остальные. Ну, наиболее частые травмы, это травма, естественно, коленного сустава, плечо, спина. Вот. Ну, наверное, как во всех остальных видах спорта. Как часто. Ну, вот вы посмотрите сейчас на площадку, вот, бросьте, вот, посмотрите, сберегающий на коленнике играет Ерыгина. Хотя у нее не было пока ни одной травмы. Не было ни одной травмы. Ну, тем не менее, видите, она играет страхующе. Посмотрите, Везовик играет тоже в стяжке, да? На коленнике, посмотрите, у Елены Коваленко, она играет в голеностопах, которые сберегают от подворота стопы. То же самое, ну, любую другую, посмотрите, здесь все, в принципе, на них. Кто-то играет с поясом, который позволяет. Сейчас счет уже у нас 7-3, мы немножечко отвлеклись, да? Вот, кстати, я, к сожалению, не местный житель. Скажите, пожалуйста, вот этот вот зверек, это кто? Это вот песец. Это песец? Это настоящий песец? Да. А, это настоящий, все понятно, я просто, знаете... Белый. Белый песец, хорошо, ясно все. Ну, вот он, знаете, такая озорная игрушка. Вчера так завел детей, что у нас на площадку убежали. Екатерина Гамова подходила к суде, просила убрать детишек с поля. Да, был такой момент. Да, 4-7. Вот мы говорили, что теменская команда, это молодежный состав. А вот состав взрослой нашей команды, Крамари. Вы знаете, у нас очень перспективная команда, очень молодая. Вот сейчас на площадке Вера Серебренникова, 89-го года рождения. Лежанина, 87-й, Коваленко, 88-й, Визовик, 88-й, Тарасов, 89-й вышел только что. Ковалева, но постарше, она 87-го. Самый старший в нашей команде, это Кео Бюрген, она 83-го года рождения, и Юрия Зина, 86-го. Бессонная, 88-го, вот мы сейчас, кстати, заменили, она пошла отдыхать, сейчас бегает с Кошакевичем. Кошакевич, 87-го, Стенькина, 88-го, Ерыгина, 91-го, Ляпушкина, 2-я связка команды, 92-й. То есть у нас достаточно... Ну, это вот типично для всех команд. Нет, во-первых, высшей лиги, а кроме, наверное, с Дюшор, экран, питерская команда, там дублеры играют команды. Вот, если брать нас, наверное, следующий по-вотовски. Одна из самых молодых команд. Одна из самых молодых, потому что я знаю, тот же Липецк, там играет очень опытный игрок, очень. Даже Света Артеменко, 34-го года. Потому что Липецк, это лидер, что ли? Ну, лидеры они по-надаврым, по-надаврым. По-надаврым, они от нас отстают. Ну, и наш главный соперник, получается, за выиграл. Вы знаете, я вам вчера говорил, повторюсь сегодня, что это две команды, Липецк и Олан-Удэ, в этом году пока, вот те, что я увидел, да, это посильнее всех команды. Посильнее всех. Будем надеяться, что так будет и к концу сезона. Ну, хотелось бы закончить чемпионат вообще-то бы, знаете... Когда он, кстати, заканчивается? Он заканчивается 30-го апреля, еще не скоро. Еще впереди даже половину прошло. Да, на день рождения Филиппа Киркова. Слово-слово-слово сказать. Следующие игры здесь у нас в Улан-Удэ, когда... 15-16-го. 15-16-го. Они с кем играют? Играем с Собнинском, это команда, представляющая волейбольную клуб... Представляющая Калужскую область. И... Ну, с Серпуховым играем. Потом с Серпуховым, да, вот с Серпуховым сейчас входит в число команд, которые нас преследуют. Они пока что отстают от нас. Ну, что, Вера? Вера, вот, вы знаете, вот только чуть-чуть вот оторвались в счете. 8-4, 8-7 стал. Вы смотрите, какие две просто неаккуратные передачи. Я не говорю, что они там какие-то не такие по качеству или еще что-то. Ну, смотрите, сейчас сначала посадила на двойной блок Коваленко, сейчас не добросила Лежанины. Ну, а сейчас, пожалуйста, сбитый прием, и Визовик должна просто переводить мяч. Ну, сейчас получите 8-8. Ну, вот, хорошо. Коваленко молодец, умничка. Поспелого Либера оказалась на месте. Куршуновым. Простой переброс, девочки, внимательнее. Доводит. Ну. Хорошо сейчас Добжонскую с угромой в защите-то по месту. Визовик доводит. Опять Либера на месте. Смотрите, какой длинный розыгрыш-то. Аут! 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 Ну, интересно, длинный розыгрыш, действительно. Ну, видите, сейчас несколько раз Аня поспела, очень хорошо сыграла. Воспитница Тюменской детской межриспортивной школы. Тренировалась у тренера Ольги Мировны Ескиной. Вот, если она смотрит нашу трансляцию, огромный ей большой привет. Вот, Лена Лежанин подала. Очень вовремя, Коваленко. Вы знаете, Лена Коваленко, знаете, ведь когда она только появилась в 15 лет в команде мастеров Челябинска, ведь все они говорили, как о восходящей звезде российского волейбола. На тот период она была номер один в сборной своего возраста. Ни Кошелева, никто талантливее ее на тот период не считался. Коваленко считалась номер один по этому возрасту, среди. К сожалению, видите, как-то остановился у нее рост. Хотя, вы знаете, она мне всегда была очень симпатичная, как игрок. С ней, вы знаете, очень приятно общаться. Она, вы знаете, такая вдумчивая девушка. А с чем, по вашему мнению, это связано-то? Вы знаете, это, мне кажется, проблема характера. То есть, все-таки есть девочки, которые, вы знаете, могут перетерпеть период. Вот не ставят ее в состав. Не ставят, да? Она терпит. Она через какой-то период добивается права доказывать тренеру, доказывать всем, что именно она должна играть. А здесь вот у Лены, мне кажется, знаете, разочек ее в Челябинске остановили. Не дали ей играть. Там, там, там. Вот сейчас Тарасова смахнула здорово. Молодец, молодец. Кстати, Нижегородская девочка, воспитанница Алистина Федоровна Миросниченко. Кстати, моя супруга также воспитанница этого тренера. И вообще, на счету этого Нижегородского наставника, уж позвольте от нему время немножечко, где-то порядка десяти мастеров спорта, которых она подготовила, которые играют сейчас и в российской суперлиге, и у нас играют. Вот Ира Тарасова. К сожалению, год она пропустила. Были проблемы у нее с сердцем. И, в принципе, мы ее приглашали с перспективой того, что Ира все-таки должна заиграть у нас во второй части чемпионата. Мы набрались терпения. Мы ждем, когда она берет свои полные физические кондиции, потому что она была и игроком молодежной сборной России. Вот сейчас мы видим, что пока-пока. Ну, невозможно, вы знаете, если человек год не играл, если человек горел, невозможно сразу свои физические кондиции подвести под определенный уровень. Конечно, невозможно вес раз и сразу убрать. Естественно. Но, тем не менее, через тренировки, через игру. Иринка, вы знаете, она работяга, она на тренировках молчит. Мы ее так любовненько называем Тарасик в команде. Тарасик она, знаете, такая Ирешок Тарасик. Вы знаете, она такая, вроде большая, добренькая. Ее любят девчонки в команде, она отзывчивая. Ошиблись мы сейчас. Что у нас? 9.13. Ведем мы с первой партии. Тюмень забрала очечка. Веселова на подаче. Посмотрите, сегодня мы не выпускаем на площадку ни основного Либера. Убрали бессонную площадку. Убрали Ярыгину. Как вчера Стивенович. Шикарно, шикарно. Вчера отдать должное. Вы знаете, я думаю, что Юля послушает наш репортаж и пусть она услышит в очередной раз. Я неоднократно ей и в личных беседах говорил, что Господь Бог ей дал великий талант. Чувство мяча, чувство выбор позиции. Ей нужно навести порядок в своей голове. Если она поймет, что она хочет стать хорошим волейболистом, у нее еще есть для этого времени и у нее есть шанс. Поэтому я ей желаю искренне добра. Ох, кто Тарасова. Тарасова, как вы. Праздник, правда? А сегодня все ждут этого логического. Ждут логического. Чтобы поблагодарить Кану. Кстати, вы знаете, я чуть-чуть сбегу вперед и я покину пост комментатора чуть-чуть пораньше. Все дело в том, что группа болельщиков нашей команды возмутилась вчерашней несправедливостью, что в Казани цветы подарили, а нашим нет. И поэтому сегодня фанаты пришли, принесли, если вы видите, с левой стороны от нас, они принесли букеты девчонкам и попросили, чтобы по окончании матча я сделал объявление, что от группы болельщиков команды Харамарин они хотят за достойную игру нашей команды вручить им цветы от лица всех любителей волейбола в Бурятии. Очень достойная. Классная акция, классная. Вы знаете, я вот с утра прямо сегодня был прочитан столько комментариев по поводу того, что почему забыли нашу команду, почему не подарили цветы. И столько было таких гневных слов сказано. Алексей, а вы знаете, Алексей, вот ведь я так думаю, что в Улан-Удэ очень много коммерческих предприятий, фирм и прочее. И все. Вы знаете, все-таки для того, чтобы раскрутить свой бренд, заявить о себе, просто бомбит. Бомбит, да. Да, и поймала кураж. Вы знаете, вот почему не раскрутить себя? Все-таки полуфинал, такое значимое большое событие. Почему не учредить призы? Приз зрительских симпатий, приз лучшему игроку матча. Почему не прийти и просто, ну, поверьте, это не огромные деньги, небольшие. От души. От души подарить букет цветов. Извините, вот прекрасный есть человек, который в Тюмени предпринимает Александр Замаруев, который, вы знаете, настолько влюблен в волейбол, что вот он дарил девочкам петель, в которой лежали самые последние эксклюзивные модели сумок, там, какие-то еще, от самых великих производителей. И, вы знаете, он клал чек. Девочки говорят, да что он хочет, узнал, сколько денег стоит? Он говорит, нет, девочки, я хочу, если вам не понравится, чтобы вы сходили и обменяли. Вы представляете, то есть человек искренне, искренне вот делал такие подарки от души, потому что вот, ну, очень любил и любит это дело. Я думаю, что у нас впереди. Вы знаете, да, нам нужно... Да, 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 я с вами согласен, что мы идем к этому, идем. И, вы знаете, я вернусь, вот то, что сделал Лев Алексеевич, то, что сделал клуб, тем, что мы сумели этот выиграть коммерческий конкурс у всех остальных команд и привезли их на проведение полуфинала именно, да, вы знаете, наверное, это оправдывает. Те расходы, которые понесет клуб правительственных, ребят, оно все вернется, вот, вы понимаете, все вернется, абсолютно все. Нет, я просто уверен, что мы все-таки верим, что в супер-регулы пройдем, и это придаст очередной импульс просто и среди болельщиков, и зрителей, и хочется верить среди, ну, поцарам, спонсоров, и принимателей. Да вы знаете, уже давно пора, я внимательно слежу за судьбой этой команды Хара Марин, уже, например, в несколько лет, и с моей легкой руки здесь начала играть и Старикова, и Песнюк, и две сестры Гребенщиковых, потому что я их из стула отдавал сюда в аренду, вот, и как бы с Левом Алексеевичем мы давно очень дружим, находимся постоянно на телефонном контакте, и я вам, знаете, что хочу сказать, что давно пора, давно пора ни одному Леву Алексеевичу еще все-таки подключаться. Я думаю, что есть люди, которые могли бы оказать свою помощь в волейбольной команде. Ну, пока среди болельщиков они уже появились. Среди болельщиков, да, а вы знаете, да, признание народа, мне кажется, стоит дорогого, вот, согласитесь, наверное, что-то есть в этом знаковое, да? Только Визовик что-то. Эй, а, мне кажется, с вами был в уровне, ну, нет. Ну, можно говорить, что судья всегда прав. Судья, нет, 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 вы знаете, это было мое субъективное, мне показалось, что центральная Веселова все-таки зацепила мяч, но, вы знаете, это мое мнение, она никого не должна интересовать. Тем временем 21-12, провала команда Тюмень. Какой мы сейчас комбинацию сыграли. Ну, забей, Иришка. Не попал, не попал. Вот уже Тарасчик. Да, Тарасчик не забей. Куршина ее заблокировала. 13-21. Ну, согласитесь, вот вчера мы с вами, мне кажется, эмоциональный комментируем. Ну, понятно, конечно. У нас с вами был вчера тоже, наверное, драйв больше, чем сегодня. Почему? Да потому что мы сегодня понимаем прекрасно, что... Ну, не может чудо случиться, да? Если бы я мог сегодня вам пообещать, вашей компанией, что если мы проиграем, я тоже, наверное, постригусь. И ничем бы не рисковал, поверьте. Попало, попало, попало. Вы знаете, у этой девочки очень хорошая рука. Она приехала в Тюмень из Сургута. Ира Гросс. 21-й рот. У нее мама, да, мама играла в волейбол. И Иринка, вы знаете, я думаю, что она достаточно молодая девочка, 96-го года рождения, очень высокая. Посмотрите, у нее очень хорошая волейбольная структура. Очень хорошие руки, посмотрите, длинные. Вот, я думаю, что эта девочка со временем, со временем, она заиграет именно в Суперлиге. Ох, Тарасову! Со второй линии, да? Реабилитировалась, Иришка, молодец. Вот, ну, а что касается Гросс, я думаю, что эта девочка со временем, мы еще будем вспоминать, что она приезжала сюда в составе молодежной команды. Вот из всей команды, которая сейчас приехала, Тюмень, да, я думаю, что не более перспективно это вот Волкова и Гросс. Ну, вот она сейчас. Ну, у нас шестой год, поймите, ей тяжело тоже биться. Она еще год назад играла в детский волейбол, а сейчас она играет в лучшей команды высшей лиги. Ну, вот, может быть, такие игры тоже закалялись? Может быть, это тоже лицо? А вы знаете, здесь двояр, здесь все двояр. Что они, закаляют они, ворот убивают, интерес играть в волейбол. Здесь, знаете, очень тяжело сказать. Мы же не можем влезть. Лена, зачем ты сейчас лезешь в этот мяч, а? Это ошибка, ну, что это, Алексей, что 16, что 17, в принципе, разницы никакой. Посмотрите на Дмитрия Константиновича, он очень спокоен, не реагирует ни на что, то есть все на все это. Ну, ошиблись, ошиблись, господи. Ой, ну, ничего страшного. 17-23. 17-23. Да, девчонки сами разберутся на площадке. Сейчас вам визовик по ладошке похлопает, сейчас все решится. Микросс подойдет. Вот так вот просто. Коваленко приняла, лежанина вдарила, подняли, еще раз со второй линии. И визовик, пожалуйста. Похлопала ладошки и все решила. Вот, собственно, вот весь женский волейбол. 24-17. А вот почаще вы, чтобы вот там проблемы решались, чем похлопывание капитана. Да нет, я вам обратил внимание просто на то, что главный тренер нашей команды не видит повода для беспокойства. По-моему, он даже вообще не дает советов никаких. Нет, он спокойно стоит, смотрит. А какие тут могут быть советы, ребят? Вот скажите честно. Ну, какие советы, когда... Давайте мы с вами переведем на борьбу, когда заслуженный мастер спорта борется с новичком. Да, борется с новичком. Ребят, ну какие можно ему дать советы? Ну, я и говорю, что мы... Ну, даже с мастером спорта, новичок. Ну, какие можно дать советы? Да никаких советов быть не может здесь. Еще раз, то есть хорошо, что вот... Нево новичок, не вы все-таки. Это приятно. Нет, ну, вчера-то мы... Вчера-то нас экзаменовали так жестко, да, да, да. Наоборот, что две партии мы с вами в двух партиях по 20 набрали. Хорошо, мы с ним. Первая партия была с числоми. Вы знаете, я не согласен с теми зрителями, которые говорили... Вот, Казань-то играл вчера процентов на 30. Ребята, 21 очко гамовая, а десяточку больше никто не набрал. Гамовый вчера дали, извини меня, 39 раз атаковать. Если бы они играли в пол-локала, я не думаю, что ее бы так грузили. Все-таки они опасались. Я не напомню, что вторая-то по результативности была наша Бессонова. Ну, Бессонова забрал вчера 20 очков в этом матче, да? Но я вам так скажу, что, наверное, ну, Вера посчитала, что так нужно сделать. Вот, она, наверное, ей больше вчера пасовала. Видите, вчера я откровенно скажу. Пацан Вера мы имеем в виду Серебренникова. Вы знаете, я вам скажу так, честно, что... Вчера не справилась с внутренними волнениями, с внутренними ощущениями Настя. Ну, очень понравилась. Конечно же, она и сама это сказала... А ради лидеров. Да, она признала, что она вчера, да, немножечко подсела, к сожалению. Но кто-то должен был подхватить знамя, который... Вот поэтому я сейчас... Бессонова, Лидера наша... Бессонова, Стенькина... Да вы знаете, если честно говоря, мы просто вот не видим бойцов, не видимого фронта. Это центральные блокирующие, да? Танж Кошакевич вчера она сыграла на хорошем уровне. По коэффициенту, который выставляется после каждого матча, у нее шестерочка. То есть нормальный такой хороший средний уровень. И сказать, что уж так прям кто-то прям реально провалил. Ну, вы знаете, давайте мы будем честны, откровенны. Да никто вчера ничего не провалил. Мы играли всего лишь на все. С чемпионом страны. С третьей командой Европы. Европы, понимаете, это команда, которая в Евролиге занимает третье место в Евролиге. Ребят, о каком провале может идти речь? Ведь в конце концов команда Харамарина, она является там десятикратным чемпионом страны, участником Европы. У нас все впереди. У нас все впереди, абсолютно верно. Поэтому нужно быть оптимистами и смотреть на все, что происходит. Вот и все. Радоваться, радоваться тому, что... У нас третья партия, да? Третья партия, 2-0. Пока что никаких поводов для волнения. Серебренникова, Диагонали Тарасова, Лежанина, Чеснокова, Центральный, Коваленко, Бессон, Медоигровщики и Лидерит Ковалева. Но ведь мы все-таки будем надеяться, что уже в следующем сезоне все-таки будем уверены, что нам предстоит играть со взрослым, так скажем, составом тюменским. Ну и что? Как вот... Я, вы знаете, оцениваю реальную силу нашей сегодняшней команды. Поверьте, поверьте, что мы, во-первых, достаточно неплохо сыграли с Красноярскими. Пусть Красноярскими на последнем месте, хорошо. Но я вам могу сказать, что даже вот в этом составе, который у нас есть, мы бы в этом году смогли поводаться и с Протоном. Я думаю, что мы... Это Протон от... Балакова, это Саратовская область. Команда мы бы смогли поработать и Коваленко атакует, подняла Добжинской защите. Дни передачи, Добжинская останавливает Чеснокова. Волкова подвешивает мяч Куршиной, Куршина двумя руками перебрасывает мяч. Чеснокова. Чеснокова визовик. Неудобная. 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 Ну, Оля отыграла мячик грамотно. А-а-а! 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 Ой-ой-ой! Да как же так? Ну, Юль, ну надо же подходить под мяч, чтобы внимательнее быть. Он же... Тем более, мне почему-то казалось, что вообще он ваут. Ну да! Вот ваут. Вот приблизительно он так улетел. Да, так он улетел туда. И я вам скажу откровенно, скажу вам честно, что... Ну, да, тяжело было. Тяжело. Но вы знаете, если бы мы играли в Суперлигу, то, поверьте, как спортивный директор, я думаю, что два игрока, которых бы иностранцев пригласили, я думаю, что они были бы немножечко иного уровня. А два человека в волейболе – это очень много. Очень много. Поверьте мне. Тем более, что есть возможность и у руководства клуба пригласить игроков хороших. Ух, вот хорошо. Господи. Это кто? Цвет Чеснокова. Чеснокова. Приложились от души, от души. Быстро передачи. Быстро, да. Мера Серебренниковой разорвали блок и практически без блока она сейчас атаковала. Шансов обработать мяч у Добжанска были минимальные. Добжанска, что ли, по-моему, была. Ну, я… Ну, ты не такой, по-моему, подальше, не слышишь. Нет. Я же вам говорил. Дальше очень ломбил девочку. Я ее уважаю. Очень мне она симпатичная. А вы про эмоциональность… Да, да. Вот видите, она, видите, один раз ошиблась, и тут же второй привезла сама себе. Куршуна, он, да, что… А, нет. Заступ, заступ, переход средней линии сейчас был. Да, мяч коснулся. Это у Деменцева? Да, у Куршуна. Она сейчас заступила, причем, было видно, извините, с вертолета, который прилетает на нашем комплексе, даже через Клюшу было видно. Распокаясь, пауза, давайте поговорим о чемпионате, который у нас предстоит. Нам сейчас предстоят две игры у себя. Четыре. Четыре. Пятнадцатого. Пятнадцатого, шестнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого. Мы играем еще в Собнинском и Серпухов, да. Серпухов, причем Серпухов, та команда, которая, ну, преследует нас. Четыре очка отстают от нас. Затем Харамари уезжает достаточно длительный уезжает на длительное выездное турне, двенадцать мяч. Нам предстоит играть в Питере с двумя питерскими командами. С Иркутском, с Нижним Новгородом, с Челябинском, с Южно-Сорвенском. И возвращаемся в марте месяце сюда. И? Играми? В Орбуш, Юпци. Да, конечно. И уже к марту фактически будет очень много ясно. Ну, вы знаете, я думаю, к концу первого круга, я же вам вчера говорил, что если мы наберем 50 очков, то это будет 90-процентный залог. Сегодня у нас? Двадцать три. Двадцать три очков. Ну, двадцать семь очков, это вполне реально набрать в этих матчах. Ай-яй-яй-яй-яй. Верта чуть-чуть не донесла руки. Я напомню, что мы в Харамариуме лидер по потерянным. Ну, мы на очко опережаем команду из Липецка. Мы достаточно держим. Понимаете? В очковом графике мы, вот, как всегда же, вы знаете, говорят, что плохо плановость, да, там какая-то. Ну, ничего плохого в плановом хозяйстве никогда не было. И я это не вижу, что это может быть так, да? Почему? Потому что, ну, планировать надо, на что-то рассчитывать. Поэтому сейчас-сейчас мы идем именно по тому графику, который запланирован в начале сезона. Абсолютно. И нету никаких поводов для того, чтобы... То есть у каландра хватит и мастерства, и сил провести. Еще раз, Честакову сколотил, у меня просто красота, просто. Просто зрителям это нравится. Вы знаете, я не хочу бежать впереди, давать каких-то обещаний. Лучшее, что есть и что говорит о человеке, это все-таки дела. Понимаете, поэтому, что там говорить? Я сказал в июле, в интервью, в июне, в интервью одного местного издания, что хромаринит по силам любые задачи. Да, я не отказываюсь от своих слов. И более того, знаете, не для этого приезжал, чтобы разбрасываться пустыми словами. Нет, сейчас лежали, не забили, не лежали. Свет, это же такая нападача, сейчас она на второй линии находится. Ну, центральная наша сейчас. Понимаете, хорошая доводка, хороший прием. И это позволяет связке, ведь ничего проще нет в волейболе, чем поднять первый темп, поймите, с хорошего приема. И, во-первых, тяжело его... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вы знаете, я считаю, что это какая-то заторможенность в головном отсеке. Человек почему-то вдруг, вот Лену Коваленко постоял, а потом решил пойти. А что сразу не пойти по удару? Трудно сказать за Лену Коваленко. Почему? Да. Ну, вот сейчас вот опять... Ну, это Ирешок. Ира Тарасова пробила мощно, уверенно и красиво. Молодец, 8-4. А 8-4. Ну, знаете, я бы, честно говоря, на месте Дмитрия Константина сейчас бы все-таки еще и Ляпушкиного поселил играть. Ляпушкин это... Это вторая связка нашей команды. Это лучшая в 92-м, 93-м году рождения связка в России, которая отыграла и два чемпионата мира, и два чемпионата группы в составе нашей. А в этом сезоне не так много игрового времени? Она играет, но, я не знаю, что, ну, должно быть в команде основой, должен быть запас. Это, наверное, нормально, это правильно. Она пока в запасе. Она вторая. Ну, не в запасе, она вторая связка команды. Она выходит, ей дается игровое время, но, тем не менее, вот так вот. Ну, просто сегодня матч, матч, он позволяет выпустить вообще всех. Можно сказать, кстати, что сейчас зал, болельщики заметно оживились. Я не знаю, как в начале игры, как раз когда была первая партия, что-то так был молчаливым, и сейчас вот реагируют на каждый удар. Алексей, мы же выигрываем, Алексей! 9-5! Аппетит во время игры! Конечно! Чем вкуснее еда, чем больше аппетит! Вот сейчас взяла и не подала, подала в центр сетки. Зачем? Опа! Ой, Верка молодец, спасла этот мячик. Приемте. Ну, отыграйте блоком, отыграйте. Молодцы! Но не получится. Почему? Со второй лени коваленка не будет атаки никакой. Не будет, спокойно. Хорошо. И забивай, Оля! Хорош! Молодцы! А вот смотрите, Алексей, я поддерживаю ваши слова. Посмотрите, уже там с руками народ начинает вскакивать, кричать, шуметь. Чувствует победу, победу, близость, близость. Да, да, да. Своей высшеклассы. Конечно же, конечно. Надо чехлить. Молодец. Нет, нет, нет. Нет, вы знаете, я вам объясню ситуацию. Здесь немножечко Лена Лежани, ну уж очень много она отставила ходового направления. То есть перевела косо мяч игру. Все-таки центральная здесь должна была больше закрыть. То есть снести руки и... То есть чисто технически. А сейчас первый этап, ну, я уже говорил, потому что классный прием. С первого, вы знаете, с такого приема связка писать приятно. Она просто, посмотрите, она положила мяч в руку. Великолепный сейчас. И по технике, и по грамотной, тактической. Сейчас очень все было грамотно. Здорово. Здорово. Вот. А то же самое. Классный прием. И ответ в нашу сторону. Почему? Потому что, извините, была не подача, а был ввод мяча в игру. Вот. Ну, удобно перевели мяч для соперника, вот и получили. Ну, знаете, я, если бы не эфир, я сказал, чем отличается женский, любую от мужского. Снимешь. Пока не буду. Потом вы мне напомните, пока я на матче вам расскажу. 8.11. Ого! Ну, вы знаете, даже не знаю, вроде бы у Веры сейчас было и другое продолжение. Это снова на Коваленко. Значит, так. Такое решение. Кстати, а... Куршина подает прием, но еще раз она дает. Коваленко не добивает, Лен не добивает мяча. Ну, просто, просто будет, просто. Довели. А поднимай первый. Здорово. Видите, поднялись, увидели. И тут же, случайно, первым доводка хорошая очень. Тем более, Чеснокова... Нет, Чеснокова ушла, ведь поймите, она сейчас атаковала за головой, она не успела вернуться в центральную зону. И абсолютно Волкова, хоть она и молодая, но она очень грамотно разобралась в этой ситуации. Тем более, что, видите, смягчили, смягчили. И тут же наказали. Вот, пожалуйста, ответ. Нет, это не расслабление, это вопрос о том, как подали. То есть подача была, понимаете, в волейболе очень важна сейчас составляющая подача. Подача должна быть мощной, сильной, затруднить. Нужно подать в неудобное место для соперника, чтобы тяжело было развивать атаку. Вот посмотрите, видите сейчас, сбитый прием, организованно, ну вот, Чеснокова, недорогство руки. Ну нет. Вот это что, ошибка блока или нападающих? Ну, невозможно каждый мяч блокировать. Вот Ляпушкина, кстати, выходит на площадку, он вместо Серебряной. Да, 8-ой номер нашей команды. Понимаете, невозможно заблокировать каждый мяч. Что-то ты можешь угадать. Нападать будет. Ну, нападать будет. Конечно, Даша Севдовская, Добранская, хорошо. У нас что сейчас по счету 10-13, 10-13, 10-10 мы введем, и Коваленко выходит на подачу в составе нашей команды. Ну, то, что вот Ляпушкина, товарищ тренер, нисколько не сомневается? Нет, нет, никак не сомневаюсь. Я могу вам, честно, пожалуйста, Тарасова скалачивать мяч. Тарасова, по-моему, Севдорш, если бы не так кажется. Или это стоп? А, не засчитан? Нет, счет становится 14-10. Если сказать, в течение, например, 10-15 лет, насколько зрелищным стал волейбол, насколько современный волейбол отличается от того волейбола. Я знаю, что раньше даже принимать можно было только снизу. Правильно. Можно было принимать и сверху. Это просто были более строгие правила в отношении приема мяча. Сейчас можно видеть задержка, и мячик может перекатиться и попасть. Но были более жесткие требования к качеству второй передачи. И ведь не забывайте, что раньше очки можно было выбирать только на своей подаче. Сейчас же для зрелищности и для понятливости сделали то, что каждая очка является победой. Проиграл ли ты с подачи или выиграл, и все равно ты получаешь очко. Вы знаете, в Америке проводился эксперимент, и в принципе, не знаю, мне в общем симпатично было. Матч играли до 75 очков. То есть до 25 играли, потом был 5-минутный перерыв. Ведь американцы, они собираются на следующий год запускать профессиональную лигу. И не исключена возможность, что они будут играть именно в таком формате. Почему? Потому что у них все телевидение, у них деньги. То есть они играют до 25 очков, потом 5-минутный перерыв и продолжают с того счета, на котором остановился. Условно говоря, 25-13. То есть не играл по паркам, а где мы? Следующий продолжается. Потом там 50-38 остановился. Продолжается игра. И кто набирает 75, то есть вот в трех таких, да? Это, во-первых, понятно телевидению. Они могут планировать где-то на полтора часа трансляции. Это можно продать рекламу. Это можно проявлять зрителя. Вот поэтому есть и такой вопрос. Но это американский. Нет, вы знаете, в Америке, ребят, себе вопрос, что у них нет профессиональной лиги в Америке, да? И на студенческой, на их лиге очень часто проводятся различные эксперименты. Был эксперимент, когда играли с тремя либерой сразу. То есть не один либер был, а можно было всю заднюю линию менять и выпускать на площадку трех защитников, да? То есть, понимаете, люди, которые работают в Федерации волейбола международной, они не стоят на месте, ищут пути развития. Классная сейчас подача. Вы знаете, ведь, наверное, это правильно, что должно развиваться. Вот сейчас вводят систему повторов, да? Ну, наверное, это должно иметь место быть. Наверное. Вот сейчас счет у нас стал 17-11, первым темпом опять атаковали, да? Вот. Ну, я вам скажу, что правильно это то, что идет развитие, правильно то, что мы движемся в плане популяризации и так далее, и так далее, и так далее. Ох, ну что это? Что это? Что это? Что это? Сейчас сразу два человека одновременно дернулись к мячу, и обе оказались в полупозиции. Вообще, один из хилибера, да, Даша? Вы знаете, ну, здесь даже не поймешь, я вот скажу вам честно, скажу вам честно, ну, вы знаете, если уж объективно вам сказать, если объективно сказать, то такой прием, который идет сейчас, ляпочка на ногу даже не успела поднять, хорошо, что она вообще хоть так и обработала, этот мяч, потому что, поверьте, немножечко, ну, вот сейчас-сейчас вот отрезок 17-10, 17-13, да? Обратите внимание, что... Расслабляется. Вальяжеская была в весах нашей команды, уверенность, да, да, они уже, они себе на табло уже 3-0 нарисовали, понимаете, они уже знают, что мы сейчас добьем, вы подождите только чуть-чуть, поэтому девчонки, да, есть небольшая такая вот расслабленность, но еще раз... А, вот... Ох ты, попал, вы посмотрите... Попал он? Попал, попал, значит, попал, попал, попал... Попал. Света сейчас, вы знаете, вот в данной ситуации нельзя играть на спичку. Ну, иди до конца за этим мячом, ну, не играй на тоненького, подбей его, верни, ну, прогнись сама себе в конце концов удовольствие от того, что забежит. Опа! Вот сейчас, обратите опять внимание, не совсем был хороший прием, и то, что Настя такой сейчас сложный мяч выпасывала, связующий, да, то, что она выпасывала этот мяч и подняла первый темп, вы знаете, это ее мяч, это очко нужно записать ей. Кто это сейчас? Ну, кто? Кто? Ну, кто? Ну, любимица нашего с вами сегодняшнего репортажа Тарасик! 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 Тарасик забил опять у нас сейчас. Ну, это же хорошо почувствуйте, уверенность. Ну, вы знаете, она перед этим же не подала, подала, но вот сейчас, собственно, вернула, отыграла свое. Вот что-то назначили. Совет ли это? Это вообще? Наши, ну, это, вы знаете, перед игрой девочки оговаривают, кто, как, что будет делать, как играть. Я вот там подключила со второй линии лямпочек и скинула. Ох, молодец! Молодец, Настюша, молодец, молодец. Сейчас очень здорово сыграл. Вы знаете, так, душевно девочку ее в команде называют Ляпыч. Ляпыч! Ляпыч сейчас и забил, да, Ляпыч молодец. А ты тоже, да, Тарасик? Тарасик, Тарасик. Ну, дорогие друзья, я вынужден с вами досрочно попрощаться, ибо матч подходит к концу. Мне нужно бежать к площадке для того, чтобы сделать объявление. Я думаю, что компания Оригус покажет момент вручения цветов нашим девушкам. Поэтому большое спасибо за то, что нас смотрели, за то, что сопереживали вместе с нами. И я надеюсь, до новых встреч. Я хочу напомнить, что с нами все эти игры вместе комментировал спортивный директор клуба «Харамари» Олег Жилкин. Время, когда он стал вновь, но он был вновь, что он был вновь, где он был вновь. Я не думаю, что он был вновь, где он был вновь. Я хочу напомнить, что впереди еще одна игра с командой... Подает Ольга Визовик с командой «Факи». Там тоже молодежный состав, и я думаю, что в Крама-арене не будет никаких проблем. Зрители, знаете, не расходятся, потому что ждут победы своей команды. Мы просто перевели мяч на чужую половину. И вот, да, значит, ошибка у тюменцев, тюменческие команды. 24 мяч, мы в одном очке от победы и в этой третьей победе. Надеемся, что сейчас Елена Лежанина на подаче в грибольный клуб Хромарин. Вот уже зрители, они ждут победы. И вот она, победа. Вот она, победа Хромарин со счетом 3-0. Уверен, надеюсь. Напомню, что сейчас будет еще церемония, о том самом вручении цветов, о котором говорил наш коллега, спортивный комментатор Олег Желков. Дело, что соперники отправляют друг друга, приветствуют их судим. И вот мы даже за церемонию. А вот как раз самые маленькие Хромаринки выходят, помощницы выходят на площадку. Все, зал, зал аплодирует стоя. Все-таки это уверенная победа. Хотя, в принципе, и отдаемая. Победа валибольного клуба Хромарин над Тюненью. Вот так очень красивый. Красивый момент у меня заканчивается. Также еще раз хотим напомнить, что 15-го числа клуб Хромарин пройдет очередной матчей. В рамках чемпионата России в Собнинском и Серпухов. Он приглашает всех болельщиков на эти игры. Напоминаю, что наши матчи на эту трансляцию сегодняшнюю и вчерашнюю вы можете видеть на нашей телекомпании Орегус-ТВ.ру На этом у нас с вами был Алексей Туровов, спортивный комментатор. Андрей Левантуев, программный директор телекомпании Орегус. Вам огромное спасибо. Всего доброго, всех благ. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова